В этой части поговорим про корректность данных, про правильное сохранение в BD, про варианты валидации, то есть проверки объекта, про правила конфигурации через Fluent MPI данных, которые вносятся через Anti-Framework Glass данных, ну и собственно говоря продолжим создание каталога своими руками. На прошлом видео мы попытались сохранить сущность, категория и у нас почему-то сохранилась у нас пустым названием, но в общем-то это на самом деле неправильно, как вы понимаете. Я уже тут открыл, посмотрел, на самом деле-то у нас задано все правильно, система сделала именно то, что ее просили. Вот, у нас есть у сущности категория есть свойство Name, вот, она не может превышать 70 и Required. Ну Required подразумевается не равно нул. Соответственно, если мы сейчас запустим приложение. Мы же его запустим. Да, мы его запустили. Сейчас я проверю, что она заводинилась. Так, вот, если у нас она пустая, это не значит, что она нул. Тем не менее, давайте проверим, что нулл у нас все-таки работает и не пропускается. Да, совершенно верно. Именно так она и говорит. Ну, смотрите, какая получается ситуация. Система сработала на уровне уже SQL Server, то есть Antity Framework и SQL Server не разрешили, не пропустили сущность категории с нулевым значением. Вот, собственно, Gramm DC написано. Но, мне кажется, это не совсем адекватная ситуация. Давайте сделаем так, чтобы нам было понятно и красиво, на уровне, так называемом User Friendly, была надпись о том, что сущность категории требует там слово. Ну, в смысле, наименование. И поэтому мы не можем сохранить базу. Так, что нам для этого нужно? Ну, во-первых, ну, во-первых, давайте сразу поговорим про ViewModel. У нас есть категория ViewModel. А, смотрите, как еще интересно можно искать. У нас есть Visual Studio, но у нее есть IntelliSense. И, собственно, говоря, это что поработает и в ReSharper. Я могу написать только заглавные буквы. То есть, у нас категория Create ViewModel. И у меня студия нашла по первым буквам словосочетание. В общем-то, опять же, говорит о том, что некоторые договоренности, они, ну, очень классно работают. Итак, смотрите. Система ASP.NET Core, она в основном использует уже наработки, которые существовали в разных фреймворках, в разное время разных фреймворков, в том числе MVC. И один из базовых таких, как называется, интерфейсов, которые давно уже реализованы, чуть ли там не с первым. Вот. Что это такое? Ну, на самом деле, эта система обрабатывает ASP.NET, как называется, VPPA еще на платформе MVC 5. Это уже появилось в MVC Core. И, собственно говоря, это как раз то, что позволяет обрабатывать ошибки и решать их в процессе, и разрешать их использование в процессе валидации при сервизации модели, ViewModel, при сервизации ViewModel в конкретный контроллер. Но, как это работает? Давайте сделаем так. Я тогда напишу сейчас валидацию, да. IfName, в данном случае у нас есть свойство name, да. А, не так, я так напишу. Есть ли string из null or empty. Ну, то есть null empty, это же разная вещь. Мы на этом, мы уже в этом убедились, потому что она null не пропустила, а empty, то есть пустую строку там с ней, когда ни один символ она пропустила легко, и поэтому я в прошлом видео был слегка удивлен, что мы вроде бы создавали, а она не сработала. Вот. И, собственно говоря, мы делаем валидацию. Мы делаем yield.return и не просто делаем, а валидейшн, как она называется, валидейшн.result. Валидейшн.result принимает парочку параметров. Ну, первый параметр, соответственно, название. Ну, извиняюсь, конечно же, тут нужно написать ее, что-то аж затупался, ничего не понял. Первый параметр названия ошибки, да. Ну, давайте напишем, не знаю, давайте по-русски напишем. Давайте по-русски быть пустым. Как вы понимаете, если я сейчас запущу, если опять нажму на создать категорию null, как вы видите, да, сработала не там какая-то кривая ошибка, а вот непосредственно метод дать error. У нас возвращаем объект, в нем появилась информация. Наименование категорий и не написал, не должно быть пустым. Красиво, мне кажется, выглядит. Ну и, собственно говоря, для UI очень будет красиво и эффективно. Давайте категории и дальше. Допустим, я хочу, чтобы у меня делалась проверка не только на null или там empty, а еще есть ли у меня категория, если не пустая, сейчас вот так вот сделаем. Но при этом name, то есть свойство, длина его, допустим, меньше шести символов. Ну, трудно назвать категорию с меньшей символом, чтобы все было хорошо. И номинование категории должно, а нет, длина, вот так, давайте напишем, длина, наименование категории должна быть не менее, сколько там, 5-ти символов. Вот таким вот образом. Теперь давайте запустим приложение. Так, где еще у нас ничего не поменялось. Так, теперь у нас что, тут null написано? Давайте отправим null. А, не должно быть пустым. Ну да, я ж null уже проверял. Давайте теперь не пустой отправим, вернее, давайте сейчас пустой отправим, что прежде чем работает. Не должно быть пустым. Ну ладно, потому что там null проверяет. Давайте теперь CC какой-нибудь или CC. О, собственно говоря, вы понимаете, да, как это работает. Это на самом деле очень удобно. То есть валидация сработала. Более того, есть такое понятие в этом вот моем ферворке, который я предлагаю вашему вниманию. Вот эти вот валидации, да, они как бы привязаны к объекту iValidationObject, работают конкретно на категории, и они работают на ViewModel, да. Что теперь, что теперь можно дальше сделать? Смотрите, раз у нас есть валидатор, да, то, наверное, с ним что-нибудь нужно сделать, я так думаю. Ну, в общем-то, вот немножко валидатор. И помимо тех, то есть на самом деле, давайте вот если вкратце остановиться, что такое validation. Валидация – это проверка. Валидация на самом деле бывает нескольких видов. Первая – валидация ввода. Вторая – это валидация бизнес-логики. Третья – валидация – это constraint. Ну, то есть это валидация непосредственно на SQL Server, на правильность данных. Ну, хватит пока. Вот смотрите, первая – валидация ввода. На самом деле, это то, чего пользователь вводит на форме ввода, пытается отправить на сервер. Валидация ввода обычно ограничивается проверкой свойств, их обязательность заполнения, длиной символов. Обычно проверяется, допустим, формулы какие-то подставляются, когда там зависимые формулы, там если, например, дата начала, не может быть дата конца или что-то типа этого. Вот. Второй вариант валидации – это валидация бизнес-логики. Она соответственно… А, то есть первый вариант валидации, он работает, строго говоря, непосредственно только на UI. Ну, то есть на сервер ничего не отправляется, это большой вклад UI, когда валидация происходит на стороне клиента, и никакого запроса в базу данных не происходит, что, собственно говоря, экономит, ну, если так можно выразиться, серверное время. Ну, и нервы пользователя, там, при отправке ожидания ответа, там, неправильный ответ, еще что-нибудь, ну, в общем, да. И второй вариант – это когда валидация, допустим, бизнес-логики. Что это такое? Ну, например, у вас есть какая-то, какой-то вот каталог-магазин, да, и у вас в каталоге можно сделать заказ. Там, хочу получить заказ, там, вешалки, 1832 штуки, вы пишите количество 1832, нажимаете «Отправить», и опа, вам приходит ошибка. Говорит, на складе существует только 1522 вешалок, что там на 200 меньше. Вот, это называется бизнес-логика, бизнес-валидация. Таким образом, это вторая категория. Собственно говоря, она происходит, валидация второго варианта, непосредственно, прямо в базе данных. То есть, нужно в базе данных посмотреть, сколько у вас вешалок осталось, сколько запросил пользователь, если они не совпадают. То есть, не хватает вешалок, нужно об этом сказать. Ну, подобный род валидация может быть не только там с количеством, но и другие варианты. Но суть ее сводится к тому, что для того, чтобы проверить валидность каких-то операций пользователя, перед тем, как отправить конечный там запрос, потребуется еще дополнительные проверки, в том числе и обращение в базу данных. То есть, теперь говоря строго о третьем типе валидации, это когда серверная валидация. Ну, она такая более приближенная к UI, но только там уже непосредственно на SQL сервере, собственно говоря, база данных делает проверку данных на строгое соответствия. Например, так называемый constraint или foreign key, когда у вас, допустим, есть категория номер 32 и название ее товара для склада или для дачи. И вы пытаетесь ставить какой-то продукт, в котором ставите идентификатор категории 37, которого, собственно говоря, у вас в базе не существует, а есть там 1, 2, 3, 4, 5, это 36, а 37 еще не создан. Так вот, constraint, так называемый, то есть ограничение записи в WMS SQL, в частности, ну, собственно говоря, другие SQL серверы, я работал и с SQL Lite, и Postgres, и они, в принципе, работают по одному и тому же принципу. То есть, вам система, база данных не даст сохранить этот каталог, в смысле, этот продукт с таким идентификатором каталога. Это вот, так называемый constraint, ну, хотя constraint там отдельным вариантом можно устанавливать, но, в частности, foreign key, она скажет, не существует, и поэтому невозможно сохранить этот продукт. Есть еще и другие типы валидации, но мы на них останаться не будем, там уже более сложные варианты, там, связанные с бизнес-процессами, и, собственно говоря, это как бы под часть бизнес-логики, но бог с ним. Вот, так вот, на самом деле, вот мы сейчас, я вам показал валидацию ввода, да, то есть вот этот вот iValidationObject, он использовался еще и, на самом деле, и с MVC, и на DPF он используется, и в SilverLite он используется iValidationObject, и, собственно говоря, даже на MVC5, я уже сказал, да, кажется? На MVC5, там, для того, чтобы jQuery подключить, вот этот тоже Object превращается там в jQuery-вский скрипт. Но, в данном случае, мы делаем проверку только внутри вот конкретного класса, и здесь никакого обращения к сущности, то есть, к непосредственно категории мы сделать не можем. Таким образом, получается, что нам нужно как-то где-то проверить это еще. Например, ну, давайте для начала напишем комментарий, ну, люблю я комментарии, это у нас Катя, сейчас напишем по-английски, почему-то, категория Validator. Все, достаточно, все, душа моя спокойно, поехали дальше. Смотрите, Entity Validator содержит несколько оверайдов, которые, на самом деле, вот, оверайд, я что-то не правильно написал, а, вот, оверайд, да, и, в частности, их тут три. Первый – это Validate on Insert категории, Validate on Update категории, и третий – Validate, который и Insert, и Update. Ну, мы, в частности, сейчас сохраняем конкретную сущность категории, то есть, создаем новую, и суть, она сводится здесь к тому же. Только здесь уже другой вариант валидации. Смотрите, во-первых, мне сюда на обработку приходят Entity, то есть, конкретно категории, не категорию ViewModel, а Entity, ну, в смысле, непосредственно сама категория. Таким образом, получается, что здесь я уже сделать могу валидацию самой сущности, которая в процессе добавления как-то должна провериться, я не знаю. Ну, к примеру, если категория ViewModel обрабатывает именно категория ViewModel, то есть, сам себя, собственно говоря, валидирует вводимые пользователем данные, то категория Validator уже непосредственно работает с сущностью. И надо тут заметить вот такой вот iRepository, Factory, да, ну, то есть, что это такое? Это, значит, говорит о том, что у нас где-то здесь есть репозиторий, да. Ну, и так как мы указали generic, обратите внимание, что у нас уже репозиторий конкретного типа, типа категории. Вот. Так, кстати, надо сказать, что это мне какой-то старый вариант валидатора, я на самом деле вот эту вот привязку удалил. Давайте я ее сейчас прямо здесь удалю, я объясню, почему. Ну, я вот это свойство внутренне убью, это все остальное оставим, а здесь у нас что еще остается, вот. Ага, файн. Вот почему нет, мы это уберем. Ой, что-то не так, иди, да. Ага, вот. Так, 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 да, совершенно верно. И теперь у валидатора нужно удалить. Собственно говоря, вы тоже можете там в своих версиях, в своих всяких разных, где-то мы тут конструктор... Поставить под себя, под ваши нужды, под нужды вашего конкретного проекта непосредственно уже нужные вам настройки работы вот этих валидаторов. Я, на самом деле, если бы хотел, чтобы это все ничего не менялось, я бы сделал отдельный сборку, положил бы ее в наггет-пакет и сказал бы, что ее можно только смотреть. Ну, да, вот так вот. Ага, тут у меня вот так вот тоже получается. Вот. Вот для чего это было сделано. Смотрите, во-первых, у меня валидатор более чистый. Во-вторых, так как он регистрируется в dependency container, так вот я сохранил, так как он регистрируется в container, то я могу, на самом деле, без подгрузки всех там нужных мне вот factory, ну, то есть, когда я подгружаю factory, я могу работать только именно с этой сущностью. А я же сделаю сейчас, ой, немножко по-другому. Я создам конструктор, ну, душа мне лежит к этим. Но я сюда сейчас не просто там factory, я сюда закину прямо unit of work. Я, ну, конкретно для сущности категории, наверное, особого смысла нет, но есть более сложные варианты сущности, бизнес-логик, которые там могут быть завязаны. В вашем проекте в единый, там, какой-то, я не знаю, связанный между собой, скажем так. Create a stop user. Сейчас, я секунду, не могу говорить и писать одновременно. Application role. Да. Ну, на первый взгляд, это выглядит очень сложно. С другой стороны, на самом деле, кому-то понять, как это работает. Вот. То есть, я удалил factory из конструктора, чтобы можно было сюда инжектить не только factory конкретного, ну, в смысле, не только factory для конкретной сущности, но и вообще, собственно говоря, целиком весь unit of work. И получать нужные варианты, в том числе и конкретные factory для валидирования конкретной сущности, в данном случае категории. В данном варианте, что я хочу сделать, validate on insert, я хочу проверить, что я должен проверить. Я должен проверить, можно ли вставить сущность с названием категории 1, если сущность категории 1 уже есть в базе данных. Для этого я должен, что сказать, я хочу сказать, что я хочу найти в базе категории, для этого мне нужно unit of work, нет, шучу, не тот unit of work, у меня уже есть, вот, unit, что я написал, unit of work, где-то репозиторий, ну, то есть, мне нужно обратиться к базе данных, категории, репозиторий, в частности. И здесь я хочу написать такую простую строчку кода, которая позволяет, я уже говорил про предикаты, если не помните, можете пересмотреть видео, name, давайте сделаем так, чтобы не только символы совпадали, но и, да, вообще, чтобы с одинаковым названием ничего не было в базе данных. Так, ну, чтоб мы не были привязаны, так, что у нас там, чё, точка, equal, equal, entity, name, to low, ну, в общем, to low функция дает нам вероятность, в смысле, понижает вероятность того, что у нас сущность будет с разным названием, по символам кейса, вот, поэтому мы ее, типа, можем не найти, в данном варианте мы, в любом случае, найдем, ну, и теперь, теперь, собственно говоря, следующее, если у меня категории не равна null, что-то неправильно написал, да, не равна null, ну, тогда я должен сказать, валлидатор, validation, context, где-то тут вот есть validation, error, я его хочу добавить, и что мне там спрашивают, result, validation, result. Так, сейчас вот так и сделаем, new validation, result. Ну, собственно говоря, если вы помните, там тот же самый validation, result, который просит название, сущность, а нет, давайте немножко, категория, с таким именем уже существует, 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 да, все правильно. И все. Так, так как я должен вернуть, вот, так, надо лишние строчки поубирать, один момент, вот. Так, ну, кажется, я вас немножко обманул, на самом деле, я же возвращаю ienumerable и validation, result. Я, по идее, должен сделать то же самое, делал бетон, new validation, result. Вот, собственно говоря, и все, что я должен сделать. А это, по идее, можно вообще убрать. Во, вот такой вариант. Так, теперь давайте все-таки, допустим, мы проверим. Так, у нас категории какие-нибудь уже есть. А, мы можем где создать? Здесь, где я ничего не обновилась, ценам она сохранить не даст. Давайте проверим. Категория. Не вижу ничего. Категория 1. Нажимаю сохранить. Что у нас, собственно говоря, произошло? Первый товар с категории 1 уже только что мы создали, его раньше не было, то есть она пропустила система и удала легко сохранить. Теперь, если я нажму еще раз execute, ну, как вы видите, я получил экзепшн, причем не просто экзепшн, а я получил экзепшн, то есть error с описанием hresult. Я также получил метаданных, ошибку, которая, собственно говоря, эта ошибка попала. Ну, с технической точки зрения это одно и то же, но в некоторых вариантах error, ошибки на UI проще обрабатывать, когда есть специальная, там, джейсная обработка. А метаданных чисто для ознакомления. В общем-то, сработала, так сказать, эта штука. Давайте добавим категорию 2. Категория 2, соответственно, добавилась. Если еще раз попробовать добавить, что у нас не получается. Отправим, если такими именем не существует. Ну, единственное, что здесь непонятно с каким именем, и я хотел бы вот эту штуку поправить. Не с таким именем, а с именем, вот таким вот здесь делаю. Хопа, хопа. Неправильно, нужно делать хопа, вот так. И здесь я напишу, неправильно, я напишу entity name. Вот так вот так. И здесь нужно мне поставить вот такую штуку. Собственно говоря, это мы, по идее, видим, что нужно увидеть не только с каким именем существует, но и с каким таким. С именем категория 2 уже существует. Логично и красиво. Теперь смотрите. Если я дальше буду делать обновление, да, то есть если я буду обновлять. Ну, кстати, давайте сначала проверим, что это обновление работает. Сейчас я открою, где мой сайт. Смотрите, что нужно сделать. Для того, чтобы отредактировать какой-то... А, смотрите, я же теперь могу смотреть вот здесь. Вот у меня все категории, которые я уже добавил. Ох, ё-моё. И категория 1, и категория 2, вот и с пустыми. Вот, смотрите, я хочу отредактировать вот эту категорию, потому что у нее name равен ничего. Ничего. Я копирую идентификатор. И теоретически, допустим, это у меня очень сложная сущность, там много всяких разных, как это называется, полей, свойств. И я вот так вот говорю, да и мне в e-model для редактирования. И она мне дала в e-model для редактирования. Представьте, что здесь много полей, и я там не знаю, как... В общем-то, я вот этот e-model получил. Это мне категория мажор сгенерировал. Вы выполните про метод, который я говорил. Ну и теперь метод апдейт. У меня здесь есть. Я ввожу сюда сущность. Сюда, по идее, я должен ставить тот же самый идентификатор. Да, есть некоторые нюансы, но что идентификатор вводится дважды. То есть здесь и в самом поле. Но берется вот этот. Это сделано в случае, если вы захотите изменить идентификатор, по какому-то вам ее нужно найти. Ну и здесь я сделаю... Смотрите, напишу... Давайте вот так вот напишу. Та-те-моё. А-те-го... Нет. Ошибка. А-те-гория. Упусть 2, да? Категория 2 мы уже сохраняли. Здесь я сделаю пометочку, что это уже есть. Такая. Я делаю экзекод. И выдается ошибка, опять же, на макер. Да? То есть она говорит, что апдейт категории в e-model на категории не хватает. Опять же, продукт. Ну, в общем-то, мы уже эту ошибку знаем. Сейчас мы быстренько исправим, чтобы вернуться в тему. Давайте напишем макер конфигурэйшн. Вот. И сразу макер конфигурэйшн. Вот категории тут рядышком. Что я здесь вижу? Я здесь как раз все вижу. То есть у меня из категории, на категорию в e-model есть мак. А я сейчас их опять же хитривые клавиши. Быстренько создам. И теперь мне нужно вот здесь вот только вот этот мак добавить, который не будет использовать продукты. Потому что идентификатор уже в апдейте e-model уже существует. А при e-model идентификатора не существует. И так, я запускаю снова. Продевается сайт. Ох ты, елки-палки. Опять время много. Мы закрываем и я нажимаю хоп. Ну и как вы думаете, получилось у меня теперь в базе две категории? Да, получилось. Потому что результат говорит окей, все сохранилось. Это как раз говорит о том, что у меня валидация в моем валидеторе. Вот в этом, где он, где-где-где-где. Ой, нет, эти валидаторы. В категории валидатор она срабатывает проверку имени только на insert. В общем-то, если у меня присутствует только такого рода валидации, ну, то есть для insert, то я их могу написать здесь. Но в данном варианте, давайте вот так в одну строчку вытянем, я вот это вот буду использовать и на insert, ну, в смысле, и на вставку, и на обновление. То есть, если я сейчас удалю вот это вот, получается, что у меня on insert or validate будет проверяться наличие категории в системе. Давайте запустим. Так. Суть вот в чем. Если я сейчас нажму update, у меня вот эта категория уже в базе существует, она скажет, я так сделать не могу. Я нажимаю save, и теперь уже мне выдается ошибка. То есть, валидация сработала и на метод update. Ну, и, соответственно, если я сейчас здесь, в этой категории напишу категория 3, соответственно, обновиться. Ну, и давайте там еще глянем, что было, что-то, по-моему, тоже без какого-то названия. Так. Товары. Вот это вот для пущего этого эффекта. А еще вот одна без категории. Ну, давайте тогда вот так сделаем. Да. Так. Наверх. Где она? И обновление. Вот обновление. Я сделаю вот так. Сюда, соответственно. Вот так. Сделаю, чтобы это была в категории 4. Нажму выполнить. Результат. Окей. Еще какие-то там были. Так. Нам бы на ту же саму не попасть. Смотрим, 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 где-то у нас тут есть. С неймом. С неймом. А, нет, нейм есть. А вот без нейма, по-моему, это последнее. Да, это последнее. Я беру идентификатор. В общем, если приловчиться, то можно при помощи вот этого интерфейса, то есть, так называем, слагер, да, можно как бы полноценно, то есть, клиентам управлять, да. Сейчас я ставлю сюда, Ctrl-V, сюда, Ctrl-V. Здесь, допустим, категория 4 не сработает. Конечно, она уже есть. Я же сам создал. А вот, допустим, категория 5. Сохранить. Сохранилась. Итого, у нас получился крут для создания. Ну, еще без D, правда. В хорошем смысле. Вот, я нажимаю Date. Я далеко по времени зашел. Давайте вот категория по умолчанию. Товар для дачи. Товар для дачи 2 раза. Давайте сделаем вот так. Я сейчас возьму вот эту штуку, скопирую и скажу, что мне вот 2 категории для дачи не нужны. Я открываю сюда метод Delete. Я ввожу идентификатор. Я говорю. Па-бам. И она говорит, окей, собственно говоря, у меня теперь товар для дачи должны быть одни. Сейчас я найду, сейчас соображу. Смотрим. Категория 2, категория 1, категория 5, категория 3, 4 товары для дачи, категория получения. Вот, собственно говоря, то есть удаление тоже работает. На данном этапе мы закончили создание категории, вернее, крат для сущности категории. В следующей части возьмемся уже за продукты. Будем их связывать через Fluent MPI друг с дружкой. Ну, собственно говоря, создавать крат. Но этот крат уже будем создавать быстрее. Ну, подробности потом. Всего доброго. Спасибо еще раз, что смотрите. Пишите, комментируйте, подписывайтесь, лайкайте. Будет дальше интересно. Пишите, комментируйте, комментируйте. Субтитры сделал DimaTorzok